Друзья, всем привет! Меня зовут Толкачева Ольга, ведущая инструктор школы Биотек. Сегодня мы подготовили для вас видео, в котором покажем выполнение аппаратного маникюра на мясистой кутикуле, а также выполним быстрое достраивание и укрепление с помощью жесткого геля конфитюр высокой вязкости. А в конце вас ждет самый быстрый френч в вашей жизни. Давайте начинать! Стандартно перед началом работы делаем осмотр. Смотрим, есть ли отслойки, слома. В целом оцениваем состояние старого покрытия. И уже сейчас стоит обратить внимание на тип кожи клиента, чтобы далее правильно подобрать абразив для работы. Об этом поговорим чуть позже, а сейчас приступаем к снятию. Фрезой Метеор грубого абразива на максимальных оборотах, у меня это 35000, начинаю снятие с правого торца, постепенно передвигаясь к центру, а затем и к левой стороне ногтя. Постоянно передвигаясь по одному месту, фрезой прохожусь максимум 1-2 раза, чтобы клиенту не было сжения. Давление на фрезу должно быть равномерным по всему периметру, чтобы снятие было быстрым и плавным, и фреза не взорвалась в материал. Для этого всегда следите за упором рабочей руки. Упор в работе – это наше все! При снятии остатков материала с правой стороны ногтя переворачиваю палец клиента в лежачее положение и по направлению от торца к кутикуле доснимаю остатки материала. Слегка придала форму ногтю, приступаю к раскрытию кармана. Отделяя кутикулу от ногтя, формирую пространство под кутикулу для безопасной работы фрезами. Кутикула у нас смесистая, сложности придает то, что тип кожи влажный, но при этом сам терегий на ногти сухой, и это немного спасает ситуацию. Работаю здесь фрезой малой капли с натуральным алмазным напылением средне-мягкого абразива. Скорость работы примерно 17-20 тысяч оборотов. Работаю в двух направлениях, максимально вычищая весь терегий. Работаю на форварде с левой стороной, слегка поворачиваю палец на бок, чтобы мои глаза падали в тот синус, где работаю, и чтобы видела, все ли вычистила. Прочистив терегий слева, переключаюсь на реверс и в зеркальном отражении работаю с правой стороной. Для того, чтобы за раз чистить как можно больше аптеригии, движение фрезой делаю максимально короткими, штрижковыми, с захлестом на предыдущий штрижок. Не забывайте про положение фрезы по отношению к ногтю. Не должно быть никаких углов между фрезой и ногтевой пластиной, иначе при нажиме на фрезу вы можете сделать пропил. А когда фреза лежит на ногте, скользит по нему как по касателе, вы минимизируете этот риск. И этой же фрезой я всегда прорабатываю грубости на боковых валиках и максимально сбиваю их, чтобы при работе со следующими фрезами полностью убрать с них все орговевшее. И чтобы подготовить кутикулу к срезу, а у нас ее достаточно много, и максимально ее вывернуть, оставаясь на реверсе, прохожусь малой каплей как бы против шерсти по кутикуле, справа налево. Фрезу держу слегка под углом, чтобы носиком не цеплять ноготь и не пропиливать его. После такого маневра с фрезой посмотрите, как хорошо она вывернулась и раскрылась. Кутикула максимально поднята в бортик и уже частично подрезана, истончена, что позволит счистить ее максимально быстро и легко. Тип кожи влажный, мясистой кутикулы достаточно много, поэтому для среза берем исключительно средний абразив. Это позволит быстро счистить, средний абразив не будет забиваться и соответственно не приведет к залипанию кутикулы и возможным перетертостям. Срез выполняем на форварде на скорости 10-12 тысяч оборотов. Работаем без сильного нажима, а с легким напором фрезой в кожу. Но здесь всегда нужно помнить, что срез выполняется в два подэтапа, и давать легкий напор фрезой необходимо в нужное место. На первом подэтапе плечиком фрезы мы должны поднадавить на место соединения ороговевшей части кутикулы с живой кожей. Именно в то место, где мертвая часть кожи, более белесая, еще держится за живую, более розовую. Если вы все сделали правильно, кутикула начинает истончаться в месте этого соединения и подпрыгивать выше в сторону фаланги пальца. И уже по внешнему виду напоминает валан от юбки. Вторым подэтапом хорошо истонченную кутикулу просто очищаем, как бы протягивая фрезой вбок. Но при этом движения фрезой такие же короткие, мелкие и штришковые, как и при прочистке птеригия. И важно, чтобы фреза скользила по коже максимально безотрывно. Этой же фрезой дочищаем ороговелости на боковых валиках и переходим к этапу шлифовки среза. Для шлифовки берем мягкий абразив и большую фрезу в диаметре. Работаем сейчас фрезой бутон на форварде, скорость примерно 10-15 тысяч оборотов. Наша задача сгладить весь рисунок кожи, убрать все шелушки. Поэтому проходим со фрезой по месту нашего среза и чуть выше него. Максимально прорабатываем боковые стороны. Давление на фрезу не даем, работаем легкими круговыми движениями. После шлифовки убираем пыль, можно попросить помыть руки клиента. На носку материала это никак не повлияет, а максимальное отсутствие пыли на покрытии позволит работать быстрее и без затеков. Отодвинули кутикулу пушером и наносим эластичную базу. Используем акри-рабер. Это наша самая эластичная база, она жидкая, что позволяет быстро ее нанести, можно даже сразу на все ногти. Первым этапом хорошо промазываем весь ноготь, можно втирающими движениями. И в конце добавляю немного еще базы, чтобы добиться чуть большего слоя из эластичной подложки, что точно исключит вероятность от слоек, так как далее будем работать с жестким материалом, и позволит не бояться при следующем снятии вероятности задеть ноготь. Указательный ноготь у нас немного кривоватый, отсутствуют боковые параллели. Ноготь слегка заужен. Исправлять это будем и одновременно его укреплять с помощью нашего жесткого геля высокой вязкости конфитюр. Для работы выбрали оттенок из новой коллекции, это номер 37. Цвет нежный, мятный, воздушный, но при этом он супер плотный. Достраиваю недостающие параллели ногти в технике бортики, делая промежуточную просушку фонариком. Гель-конфитюр высокой вязкости густой, что позволяет быстро по воздуху все достроить. Выкладываю материал по краям ногтевой пластины и ноготь уже заметно приобретает очертание квадрата. Границу перехода бортика на ноготь свожу максимально на нет, для того, чтобы далее сразу сделать выравнивание без предварительного опила бортика. И, достроив по всему периметру, отправляю на полноценную просушку в лампу. Далее мне остается сделать только выравнивание. И так как гель достаточно плотный, я это буду делать в одну каплю, без слоя для плотности цвета. Плоской кистью промазываю весь ноготь, делая скользящий пол для более легкого выравнивания и быстрого распределения материала. Затем ставлю каплю геля побольше, подталкиваю к кутикуле, равномерно распределяю к синусам и легкими движениями стороны в сторону стягиваю материал к торцу. Дотягиваю материал по боковым сторонам ногтя, можно помочь себе тонкой кистью. Хоть гель густой консистенции, но при этом он быстро выравнивается и не затекает. Можете смело работать и не бояться, что он успеет убежать. После просушки снимаю липкий слой и опиливаю форму квадрат. Делаю четкий торец, выравниваю нижние параллели и боковые стороны. Немного поверхностного опила и обязательно выпиливаю ноготь изнутри. Если честно, не смогла удержаться перед новой коллекцией цветных жестких гелей конфитюр высокой вязкости, и мы сделали покрытие на каждом пальце разными оттенками. Какие именно использовала номера, вы видите сейчас на экране. А теперь сделаем самый быстрый френч в вашей жизни. Мне нужен липкий слой на ногти, поэтому тонко промазываю ноготь цветом, каким и выравнивала, и делаю это исключительно только для того, чтобы приклеить наклейку. Да-да, френч у нас будет сделан с помощью слайдера. Вырезала полоску френча, размочила, перенесла на штамп, а штампом уже переношу на ноготь. Апельсинкой разравниваю и остается перекрыть топом. Идеально. Возможно, кто-то скажет, что можно было бы нанести базу и клеить на липкость от нее. В целом, да. Но иногда, если топ наносить на базу, он может кратерить. Поэтому я нанесла еще один тонкий слой цвета, чтобы этого избежать. Кстати, слайдеры эти нашла на ВБ. И оцените наш результат. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, с радостью на них ответим. Не забудьте поставить классное видео за наши старания. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!